Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. Получается, сегодня новое видео, давно не было видосов из жизни. Снимаю, кстати, на новый телефон, напишите, как вам звук и качество. Ну, качество должно быть хорошее, потому что я даже сам вижу. Я снимаю Full HD, можно 4К, но я думаю, 4К для Ютуба это будет перебор. Зачем я вообще сниму этот видос? Получается, мне на стриме задоняли 200 тысяч рублей. Это где-то 1800-1900 долларов, а если у гривны, то 75 тысяч гривен. Получается, я там деньги потратил на одно, на другое, и самое главное, я заказал новый компьютер, который стоит 1000 долларов. И сейчас я буду ехать его забирать, и уже как бы посмотрим, что по итогу я купил. Я вам все расскажу, покажу, куда я в целом потратил все 200 тысяч, которые мне задоняли там и так далее. Поэтому от вас хочу видеть максимальную активность. Ну, в целом, ребятки, я вам желаю приятного просмотра. Давайте на этом ролике наберем 500 лайков. Я знаю, это много, но давайте реально постараемся. Все-таки, блядь, ком за 1000 баксов. Поэтому всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну что, ребятки, вот он. Новый компьютер, получается. Я на почте не снимал, потому что там было много людей как-то снимать. Ну, было как-то, знаете, неудобно. Как раз и компик и вебочка пришла в один день. То есть, новая вебочка, ебать. 1080p, 30 кадров. Получается, это у нас Logitech C920 Pro HD. И пытаемся достать. Я на почте уже посмотрел. Короче, в общей сумме, в общей сумме месяц заставка я отдал, получается, 44 тысячи гривен. Это где-то 1200 баксов, короче. Внешне, как бы, он обычный просто, ничего тут такого нет. Поэтому корпус просто обычный. Я не выбирал там какой-то красивый корпус, там еще что-то. Просто корпус и корпус. Самое главное, это его начиночка. А здесь у нас, получается, стоит 4060Ti на 8 гигабайт. И Ryzen 5 стоит, но не помню какой. Так, ну что, я предлагаю его посредо у ракурса. Не обращайте внимания на сражь, потому что, ну, я только что коробку разбирал, поэтому... Три, получается, USB, наушники. Это, я так понимаю, наверное, подсветку менять. Ну, вроде внешне все красиво. Вот меня напрягает видеокарта. Я вот не понимаю, она должна такая быть или нет. То есть, в моем представлении она должна быть другая. То есть, напишите в комментариях, я не знаю, она должна быть такой или нет. То есть, вентилятор стоит, раз, три вентилятора спереди, получается. Бля, надеюсь, что все заебись. Процессора мы не видим, процессор у нас аж вот там вот далеко. То есть, ну, в целом, как бы, все вроде бы заебись. Я не знаю, просто, ну, тут винды как бы нету, я сейчас ничего не проверю. То есть, винду надо будет вставить. То есть, у нас тут вентиляторы хуярят, ребят, ни хуя себе, дяда, бля. А вот, получается, мой старый комп. Такая же фирма, то есть, Artline. Здесь у нас стоит, получается, i5, я не помню, какого поколения 12-го. 10-660, видеокарта стоит. Или 10-650, короче, я не помню. То есть, комп, ну, реально, за свои бабки, комп хороший. То есть, амазин на нем тянет спокойно, но хочется уже чего-то большего. Вот, получается, рабочий стол такой. Клайатурка моя. Микрофончик. Вебочка старая, Logitech 720p. Так что, такой вот у меня рабочий стол, в принципе. Кому было интересно, стульчик вот такой вот. Ну что ж, ребятки, я всех приветствую еще раз, как бы, я уже нахожусь в игре. Новый комп установлен, вебочка новая, все, короче, новая. Я надеюсь, что вам этот ролик, реально, понравится. Вот, реально, давайте на этом ролике постараемся набрать 500 лайков. Я вам буду просто максимально благодарен. У вас, по идее, должно быть видно, получается, FPS. То есть, он у нас в левом углу, сверху меня, то есть, вебочка. И сверху меня показывается, получается, FPS. Вот так вот я настроил графику. То есть, ну, можно сказать, максимальная графика, просто там еще блюр есть. Я, как бы, блюр не включал, потому что мне они нравятся. То есть, давайте пройдемся по настроечкам, получается. Галочки практически все. То есть, я поставил то, что мне, как бы, нравится. Как мне нравится графика, так я, как бы, и настроил. Shadow это тени, но они, как бы, лагают. То есть, ну, их можно, как бы, включить. Ну, видите, они, как бы, ну, мерцают, лагают. Поэтому, ну, я не вижу смысла, как бы, их включать. Потом, вот это какая-то хрень, которая, типа, вот так вот делает. Ну, мне тоже так, как бы, не нравится. Поэтому мы так, как бы, делать тоже не будем. Также я здесь, получается, настроил вот, чтобы не так ярко было. Я поставил 0.90. Это для тех, кому интересны мои настройки. То есть, вот здесь ставите 0.90. То есть, у вас по дефолту будет стоять 1.20. Вы ставите 0.90, чтобы игра была не такой, прям, яркой. Здесь поставил 200 FPS, агран. То есть, здесь вот тоже, как бы, видим FPS, вот, 269 FPS. А настройки, получается, здесь. Тоже выкрутил все на фул. Заложение X8. Качество деталей наилучшее. Даленс прорисовки 800. Эффекты включены. После обработки включено. Тени включены. То есть, в принципе, вот такие вот настройки. По поводу, получается, игрового процесса. То есть, тайм-цикл третий стоит. Стиминговая память 1024. То есть, вот так вот машинка теперь очень красиво выглядит. Фары такие четкие, яркие. Очень прикольно смотрятся. Да, бывают у меня, конечно, проблемы на стриме. То есть, когда большой онлайн, к сожалению, когда ты с графикой играешь, то у тебя, как бы, начинает вылетать, там, краш и так далее. То есть, в принципе, вот, поехали. Сейчас онлайн не особо большой, как бы, 12 часов дня практически. Ну, вот, как бы, едем. В принципе, в PS, там, 200 держится. Не в людных местах. То есть, залетаем. У нас немножко фризики имеются. Это, как бы, без этого никуда. И наношание у нас фул графика, ну, 40-50 FPS. То есть, в принципе, это, я считаю, очень даже неплохо. По характеристикам компьютера, вы можете их посмотреть в описании, но я проговорю. Разум пятый, получается, 3,5 Гц по дефолту. Можно разогнать до 4 с копейками, но я его сгонять не буду. Радиокарта 4060 Ti на 8 ГБ. 32 оператива. То есть, у меня Monique 60 Гц, как бы, в любом случае, больше, чем 60 FPS, я, как бы, не увижу. То есть, вот, мы агран убрали. Ну, почему-то агран 200 FPS, я не знаю. Я вчера на стриме проверял, то есть, я выключал именно графику. Именно вот так вот брал, выключал графику. То есть, вот, в интерьере там 500-700 FPS было. То есть, в интерьере без графики. То есть, ну, с графикой обычной, получается, вот, графика выключена обычная полностью. С ней, как бы, там, ну, 500-700 FPS. То есть, у нас там тоже, я думаю, много, как бы, должно быть людей. Ну, так, к сожалению, их здесь немного, но машины, как бы, стоят. Вот, сколько? 80 FPS, там, 70-80 FPS. В принципе, у нас на центральном рынке. Вот, 110-120. Понятное дело, что комп не прям пиздец мощный, в любом случае. То есть, ну, это такой комп, я думаю, в два раза мощнее, чем мой. Потому что в моем был i5, там, я не помню, какого, 10-го поколения, по-моему. 10-650 видюха была. И 8, а не, 16 оперативки было. То есть, вы сами понимаете, то, что на мазнике нету никакой, по факту, оптимизации. Поэтому сравнить, как бы, глупо. Это надо сравнивать, скорее всего, в других играх, там, в CS, там, в GTA V, возможно, либо еще в каких-то играх. Потому что на мазнике, как я понимаю, точнее, в CRMP, в дефолтной, самое главное, это не видеокарты, самое главное, это процессор. То есть, чем лучше у тебя процессор, тем лучше у тебя будет, как бы, игра работать, там, и так далее. То есть, каких-то там суперлагов, фризов, ничего такого, как бы, нету. Как я считаю, то есть, ну, вроде бы, все, как бы, хорошо, все нормально, нагрузка, как бы, тоже на комп не особо большая. Все красиво, мне прям очень нравится. То есть, я тот человек, который не любитель играть на сборках, получается. То есть, на моем старом компе, он у меня прослужил полтора года, на нем не было ни разу ни одной сборки. То есть, я любитель именно играть на графике амазинга. То есть, я любитель играть с лаунчера, с графикой, то есть, мне это нравится. Прошлый комп тоже графику тянул, не фул, конечно, графику, но тянул, как бы, нормально. просадок ничего такого в принципе нет то есть бывают такие фризики иногда но как бы пацаны игра не оптимизирована то есть хоть у тебя будет комп я не знаю там а 9 4070 у тебя все равно какие то фрезы будут это в любом случае потому что игра не оптимизирована игра 2000 там четвертого года по-моему я точно не помню ну что ж ребятки теперь давайте я вам поведаю историю о том как мне вообще в принципе задонатили я не помню какое-то было число 2 или 3 апреля получается я сделал один стрим 2 на втором стиме мне закинули 10000 но закинул не тот человек который закинул 200 то есть я запускаю третий стрим то есть получается это было где-то в часов 9 вечера ну полтора часа примерно я уже стримлю и мне начинают кидать донаты сначала по 1000 по 2000 по 5000 потом по 30 тысяч по 50 и так получилось то что мне закинули получается в общей сумме за день 207 тысяч 207 тысяч закинули ютуберу по амазингу понимаете я не знаю рекорд это или нет возможно рекорд возможно нет напишите то есть люди которые донатили они никак не связаны вообще с этой игрой они связаны с амазингом они просто случайно как я понял как мне не сказали они наткнулись случайно просто на мой стрим просто случайно там в рекомендации может быть попало и все и получается они зашли компанией то есть у них есть телеграмм называется family 2.0 я туда не заходил ну там получается 2000 человек я не знаю что это за люди чем они занимаются и получается мне они кидали деньги их по-моему было пять человек получается и они мне кидали там разные суммы там кто-то косарь кто-то 2000 кто-то 30 тысяч кто-то 50 ну короче вы поняли и в общей сумме так получилось то что мне задонатили 200 тысяч вы можете это с ним пересмотреть ссылочка на него будет как бы в описании сразу первая ссылка можете зайти посмотреть я был на жестких эмоциях я даже на семей плакал мужскую слезу знаете пустил просто пустил но потому что это было не максимально неожиданно прикиньте 200 тысяч просто закинули в итоге куда я потратил эти деньги получается в общей сумме я вывел 1800 долларов по моему что-то типа того это получается 75 тысяч ривен куда я потратил эти деньги я думаю самый интересный вопрос во первых я купил компьютер компьютер мне обошелся в 1000 долларов я купил вебку на которой вы сейчас видите это изображение а вебка стоило 170 долларов по моему 6000 ривен получается в первую очередь что я сделал когда я вывод деньги я выводил их частями сразу почему-то не получилось я частями их водил первую очередь а получается поехал к родителям и купил маме получается новый телефон там samsung какой-то там навороченный прикольненький купил его за 300 баксов маме телефончик плюс и купил часы брату и бате я подарил монитор samsung 100 герц потому что у них монитор поломался и как бы я решил им сделать такой подарок и также получается 300 долларов я потратил на свой автомобиль ну вас 2106 у меня есть моя машина я там сделал тормоза сделал сцепление и в общей сумме с работой на этот я потратил 300 долларов и вот так вот эти деньги как бы и ушли вот так вот я потратил все деньги которые мне закинули все 200 тысяч я считаю я потратил их грамотно потому что ну как бы я порадовал своих родных я порадовал свою машину и купил получается вебку чтобы вам было лучше смотреть стримы чтоб картинка была качественней пил новый ком чтобы монтаж был быстрее картинка на стиме было лучше там и так далее то есть я считаю я потратил деньги очень даже грамотно можете написать в комментариях как бы вы потратили деньги на моем месте если вы были бы ютубером как я к примеру да откуда бы вы потратили эти деньги да можно было бы все деньги все вот эти деньги которые мне заначили потратить на комп можно было бы купить комп очень крутой там там стоял бы а седьмой 4070 век видеокарта бы стояла само собой это можно было бы сделать но я так подумал то что надо все-таки родных своих порадовать родных нужно ценить любить мама там папа брат это самое главное в жизни для меня лично осталось только купить получается 2 монитор нормальный новый я уже присмотрел покажет денег нету но в будущем он появится новый монитор и получается штатив на веб-камеру я на самом деле просто в шоке до сих пор то есть первые там несколько дней я вообще в это не верил я думал я сплю реально на стриме я вообще там в ахуе был ебать ну я просто можете стрим пересмотреть как бы но я там просто был в шоке я не понимал я думаю я может сплю может знаете это не настоящий деньги там и так далее то есть но если вы хотите все посмотри как оно было можете я жарю зайти на стрим на котором это все происходило ссылочка на этот стрим будет в описании под этим видео в любом случае ребятам если они это смотрят огромное просто спасибо реально это очень было приятно 200 тысяч просто закинули по факту да это деньги такие ну знаете не маленькие но они быстро как бы закончились то есть я умею тратить деньги давайте реально этом ролике наберем 500 лайков я буду максимально просто благодарен потому что ну такое событие знаете 200 тыс задон или купил новый комп веб очка поэтому я думаю за такой ролик за такое событие можно набрать 500 лайков вся информация есть в описании под видео поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной всем пока-пока пока